Дорогие друзья, дорогие слушающие меня, сегодня утром мы найдем местописание, которое я прочитаю в притчах Соломона, 14 глава, 12 стих. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. То есть путь кажется прямой, ты идешь этим путем и в конце концов приходишь в никуда, или как здесь сказано, в смерть. В Писании нам написано, что Иисус есть путь. Он говорит сам, я есть путь истинной жизни. То есть Иисус, его надо принять и с ним идти по жизни. Ну вот из тех учений или из того, что мы встречаемся в нашей жизни, например, известно, что многие говорили, вот в такой-то день придет Иисус. Продавали все, одевали белые одежды, выходили на гору, ждали его в такой-то день, потому что кто-то им сказал, в этот день придет Иисус. Пели песни, ждали его один день, два дня, три дня. Наконец он не приходил, они возвращались домой. Почему? Потому что не читают, как следует Писание. В Писании написано от Матфея, 24 глава, 36 стиха следующее. О дне же том и часе никто не знает, ни ангела небесный, а только отец мой один. И как было во дни Ноя, так будет пришествие сына человеческого, ибо как во дни перед потопом пили, женились, выходили замуж за того дня, как вошел Ноя в ковчег. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие сына человеческого. То есть нужно читать, что написано в слове и воспринимать это слово. Во время последней войны, Второй мировой войны, американцы заметили такую вещь, что когда пилоты летели очень высоко, они принимали иногда ложные решения, потому что не было достаточно кислорода. Проверяли это в лабораторных условиях, помещали помещения, где мало кислорода, давали задания, они решали быстро. Но потом, когда опять выходили и получали достаточно кислорода, замечали, они принимали неверное решение. Это похоже с тем, если тебе кто-то что-то вложил в твою голову, и ты этому так поверил, и ты можешь идти потом совершенно фальшивым путем. Ну, в моем понятии, например, люди в Индии, которые чтут коров, они просто и так научили. И бывает, умирают с голоду, но они не могут взять и покушать мясо. Почему? Потому что считают, что в этой корове живет мощный родственник, который как раз проходит стадию перевоплощения. Ну, вот так их научили, так они верят, кто-то умирает с голоду из-за того, что неправильный путь. В Писании написано, например, очень хорошее слово Иакова, пятая глава, и там написано, признавайтесь друг другу в согрешениях ваших, чтобы вам исцелиться. Там речь идет о том, об исцелениях, потому что мы часто молимся за больных, мы молимся за какие-то трудные ситуации, но надо привести в порядок то, что сделано неправильно. Иногда мы можем попросить прощения, сказать, я вот здесь вот неправ был. Иногда нужно что-то возвратить, если мы украли, если мы что-то сделали не так, признаться в этом. Это так важно, особенно когда за кого-то молишься, а вообще всегда, потому что Дух Божий, Он напомнит тебе, ты здесь поступил неправильно. Это надо привести в порядок. Когда я покаялся, мне было 13 лет, и я так серьезно-серьезно во все поверил, начал читать Слово Божие, каждый день подчеркивал себе те стихи, которые мне были очень дорогие. И вот такой стих, так сказать, признавайтесь. И мне объяснила мама, что надо возвращать, если что-то ты, может быть, украл. И я начал вспоминать, и я вспомнил. Я действительно в библиотеке брал книги. Их прятался в пазуху, и не знаю сколько, 3-4-5 книг я короткие украл. Теперь мне эта мысль приходит. Что же с этим делать? Мы собирали тогда книги про летчиков, про самолеты, как раз тоже и во время последней войны. И все это было так интересно. Мы с ребятами говорили, делились про тех героев, которые тогда совершали свои героические поступки на самолетах. И вот, да, я пришел, взял эти книги, думаю, ну как же возвратить, это же стыдно принести, сказать, что ты вот украл книги. Но я это сделал. Я отнес эти книги и положил, и сказал, что я их украл. Простите. Это всегда очень важно сделать, потому что в следующий раз уже у меня желания не было ничего никогда взять чужого. И так же, если сказали неправду, признавайтесь друг перед другом, говорите друг другу и не делайте больше вещей. Так много происходит в жизни и сейчас из-за того, что люди говорят неправду, из-за того, что они не способны извиниться друг перед другом. Это прямой путь. Прямой путь, когда мы признаемся и зовем, чтобы Иисус нам простил, ибо Он умер за наши грехи, ибо Он воскрес, чтобы мы жили новой жизнью и больше не делали этого. Не говорили ни ложных свидетельств, не воровали. Даже время у другого просто так украсть не надо. Я желаю, чтобы вы шли правильным путем, а правильный путь описан в Писании. Читайте каждый день Писания и находите, в чем надо исправиться и как жить дальше, чтобы прийти к цели и чтобы с Богом жить вечно. Я желаю вам хорошего дня и благословений на этот день. Субтитры создавал DimaTorzok